Ответственность за нынешнее обострение ситуации в зоне АТО несут Россия и контролируемые ею боевики. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, именно они повинны в гибели и страданиях мирных жителей и украинских военных. Украинская федерация. Наголошу на то, что наступ на позиции украинских военных был организован российскими военных и боевиками, которые контролируются. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы отбить эти атаки, которые были начнутся в конце сечня. И весь час наголошу на необходимость негайного припинения в огню. Федеральный суд Сиэтла принял решение приостановить по всей стране действия указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в Штаты гражданам семи стран. Напомним, это Ирак, Иран, Сирия, Йемен, Судан, Сомали и Ливия. Действие указа заморожено до рассмотрения иска, который в этот суд подала местная прокуратура. В нем сторона обвинения требует признать указ американского президента неконституционным и отменить его. Во время слушаний представитель президента заявил, что после вступления в силу скандального документа более 100 тысяч человек не смогли въехать в страну по ранее полученным визам. Прокурор Боб Фергюсон сказал, решение суда уже стало историческим, оно свидетельствует о торжестве закона в США. Он также добавил, лица, попадавшие под действие указа, снова могут обращаться за визами. Инвесторы опасаются победы Марин Лепе на выборах президента Франции. Это связано не только с ростом популизма на Западе, но и с политическим климатом самой Франции. После референдума в Великобритании и победы Трампа в США экономические и финансовые круги все меньше доверяют социологическим вопросам. Сейчас одним из наиболее вероятных победителей в борьбе за кресло президента Франции называют независимого кандидата и бывшего министра финансов Эммануэля Макрона. При этом выход лидера крайне правых во второй тур считается вполне вероятным. Напомним, первый тур выбора во Франции пройдет в марте. В столичных королевских ботанических садах Кью многообразие ярких красок Индии. В Лондоне проходит фестиваль орхидей. Чествует этот тропический цветок здесь уже 22-й раз. Но Индия в качестве главной темы выбрана впервые. И это не случайно, ведь в стране произрастают орхидеи многих видов. Индия – интересная страна. И отношение у индийского народа и в культуре к растениям довольно необычное. Здесь представлены панно из орхидеи и декоративные скульптуры. Среди них слон, тигр и павлин. На создание таких цветочных композиций потребовалась неделя. В целом для украшения выставки использовали 3600 орхидей. «Мы думаем, что выбрав эту тему, мы сможем рассказать не только о важности сохранения растений, но и о важности отношений между растениями и людьми». Некоторые из орхидей подвешены к потолку и медленно вращаются в воздухе. На выставке звучат традиционные индийские мелодии. Здесь также можно узнать, как индусы используют орхидеи в быту и медицине. При этом эксперты говорят, среда обитания этих цветов – под угрозой. «Они очень чувствительны к вмешательствам со стороны людей. В наши дни люди есть везде, так что орхидеи находятся в упадке во всём мире». Работники оранжереи также говорят, наличие в местности орхидей – показатель того, что окружающая среда в хорошем состоянии.